МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у нас в студии заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Омска Михаил Яковлевич Бут. Здравствуйте. Здравствуйте. Обычно мы смотрим в начале видео, потом продолжаем. Но видео мы посмотрим чуть попозже. Сейчас я хотел сразу спросить, как, на ваш взгляд, в этом году прошел отопительный сезон, ваши оценки? Вы знаете, в течение, наверное, многие уже слышали, мы говорим это открыто, последние три года, город Омск получает паспорт полной готовности, и даже чуть раньше, по закону положено до 15 ноября, в прошлом году мы его получили 25 октября, паспорт полной готовности всей структуры инженерно-технической и жилищного фонда объектов социального соцкультбыта прохождению отопительного периода. Это уже говорит о том, что проделанная работа оценена контрольно-надзорными органами, а выдает этот паспорт Ростехнадзор, федеральная служба, положительно. И тенденция прохождения последних, особенно трех вот этих периодов, показывает, что намного улучшилась подготовка, и в том числе, естественно, это сказывается на прохождении всего отопительного периода. Ну, я могу добавить, что у нас в городе 66 тепловых источников, которые работают по теплоснабжению и на горячее водоснабжение, на жилой фонд и соцкультбыт. Это начиная от крышных котельных, которые работают только на один дом, и заканчивая такими колоссами, как наши ТЭЦ. Поэтому, чтобы подготовить, проверить и получить паспорта готовности на эти теплоисточники, проводится очень большая работа ресурсоснабжающих организаций. В том числе проводится работа и по жилым домам, объектам соцкультбыта. И вот совокупность всех объемов и произведенных работ уже дает гарантию более лучшего прохождения отопительного периода, то есть уменьшение каких-то отключений, каких-то инцидентов технических, как мы говорим, на то, чтобы жилищно-коммунальные услуги давались в этот период соответствующим образом и соответствующего качества. Этот прошедший период я бы охарактеризовал очень даже положительно, потому что у нас так правильно называемый термин «аварий» в городе не было. Просто мы привыкли в таком нашем понимании говорить, что вот там произошла авария. Нет, авария – это тот происходящее отключение, которое больше, чем нормативного, допустимого времени происходит. У нас четко описано, сколько, когда наступает понятие «авария» на тепловых сетях, на водопроводных сетях, на электрических, на газовых. Так вот, ни одно отключение не подходило под это определение. У нас инциденты. Инциденты, они делятся на функциональные и технологические. И вот технологические инциденты, они есть, они будут всегда, потому что это довольно экстремальные у нас условия резкоконтинентального климата в нашей зоне. Но они проходили… Перепады температур. Да, они проходили, скажем так, не сильно ощутимо для наших потребителей. Потому что те отключения, которые носили характер, они есть у нас, и никто их не скрывает, естественно, они носили больше всего планово-предупредительный характер. И статистика говорит о том, что, вот я бы хотел еще раз подчеркнуть, что по сравнению с предыдущим периодом зимним, у нас снизилось количество отключений по электроснабжению на 1%. Это тоже говорит о лучшем показателе. По газоснабжению на 29% меньше, по сравнению с предыдущим. И также у нас по теплоснабжению на 8,5% уменьшилось количество отключенных объектов на 12,5% по теплоснабжению, а по холодному водоснабжению на 46%. Поэтому ведется полнейшая статистика по отношению к предыдущим этим периодам зимним, которая у нас показала, что из общего количества отключений не менее 50% имели планово-предупредительный, о чем я говорил, характер. Это позволило также обеспечить стабильное теплоснабжение наших потребителей энергоресурсов. Около 15% проводились по письменным заявкам управляющих компаний. Это для организации ремонтных работ на внутридомовых оборудованиях. Все равно приходится отключать по сетям. А если, например, хотят они заменить в одну из задвижков, то, естественно, сети отключаются на подачу на данный дом, чтобы им произвести данный вид работы. И еще 35% отключений связаны с повреждениями и порывами на инженерных сетях, возникших вследствие их длительной эксплуатации и изношенности. Мы знаем, что действительно процент довольно велик. Не все получается планово-предупредительно сделать. Поэтому есть такие порывы, которые своевременно и на минимальные сроки устраняются. Поэтому я подведу итог. В целом. В целом. Еще раз повторюсь, что ни один объект не оставался без тепла, воды, и других коммунальных ресурсов на период, превышающий допустимое время для устранения технологических сбоев. Михаил Яковлевич, ну все-таки вот еще такой аспект. Весна выдалась затяжной и холодной. Нельзя было продлить отопительный сезон. Вот и депутаты спрашивали на заседании вас об этом, что в детских садах холодно было и так далее. Сейчас уже, слава богу, погода жаркая. Но вот как здесь? Или есть четкие сроки такие, сжатые. Или же можно по усмотрению в связи с погодными условиями. А там, как я понял, минус, плюс, то есть 7 должно быть, да? Плюс 8, средняя суточная. То есть, а тут у нас было меньше 7 даже, да. Вот как здесь? Я поясню, Владимир Владимирович. Исходя из средней продолжительности отопительного сезона, в тариф к энергоснабжающим организациям вводят определенное количество дней, которые они занимаются своим непосредственным предоставлением тепла. В настоящее время это 222 дня. Так вот, в этом году у нас отопительный сезон продлился 241. 241 день, да? Да, да, да. 243 дня. 243 дня. 243 дня. Это у нас получается на 21 день больше, чем средняя статистическая. Вот эти, вы знаете, я уже работаю почти, будет без малого 40 лет в этой системе. Я не помню такой продолжительности отопительного сезона. Потому что, как правило, на моей памяти последние сроки были, это 15 мая. А тут 21-го мы закрылись, потому что соответствующая по закону продолжительность была, как вы помните, температура соответствовала. То есть, по закону все было сделано юридически правильно. Было выпущено постановление о прекращении отопительного периода с 21-го числа. Но, к сожалению, наш климат приносит свои коррективы. Потом наступило похолодание. И я поясню, почему вот, когда запускается тепло, происходит это довольно продолжительное время. Ну, допускается это до двух недель. Ну, мы об этом еще поговорим. Потом я более подробно об этом скажу. Поэтому, когда мы заканчиваем отопительный сезон, теплоисточники сверхнормативного, во-первых, они несут затраты. Это за свой счет. Почему? А потому что 220 дня, 222 дня внесено в тариф. Свыше это затраты уже несет теплоснабжающая организация. Но люди ведь готовы платить за отопление. Не, ну тариф же не изменишь. Не изменишь. Он определен и реком утвержден. Но длительность платежей тоже увеличивается у людей на месяц почти? Нет. Нет. Это все рассчитано как тариф. Мы же не поменяем, например, тариф населению только из-за того, что увеличилось количество дней, которые они получили. Тариф он один. А сроки выставления квитанции? А это тоже неизучнее. Причем сроки не совсем конь. Ну вот, Михаил Яковлевич, вот если у нас, например, заканчивался в определенный срок, то теперь вот на несколько дней больше, почти на месяц. И выставляется же квитанция людям за отопление на этот срок или нет? Нет. Она заканчивается отопительным сезоном. Ну да, совершенно верно. Еще раз подчеркиваю. Все это в тарифе. И свыше тарифа никто не имеет права, ну скажем так, поставить выше. Исключение, естественно, составляют дома, где стоят общедомовые счетчики тепла, и которые жители рассчитываются по ним. То есть, сколько тепла они потребили, за это количество они и рассчитываются. Все строго. Да. Точно та же электричество, как мы пользуемся, сколько мы его потребили, так и оплачиваем. Поэтому, если мы закончили отопительный сезон, потому что, вы сами помните, там за 20 температура была, и со всех сторон шли, естественно, обращения о том, что зачем топить, это очень уже жарко, дышать нечем и так далее. И еще раз подчеркиваю, согласно закону, отопительный период был закончен. То, согласно этого постановления, теплооснабжающие организации, они прекращают подачу в зимнем периоде своего теплоносителя. Теплоносителя, да. Это значит, прекращается работа котлов и, естественно, теплотрасс. Переходит переключение на схему, у нас две схемы. При отопительном периоде на горячее водоснабжение и при летнем периоде. Переходят они на летний период схему потребления, поставки горячей воды. И чтобы вернуть все снова, вот люди думают, ну там задвижку, кранчик открыл в подвале, тепло пошло, но, к сожалению, это совсем не так. Это можно сделать тогда, когда, например, крышная котельная, она отапливает только один дом. Ее можно затопить, заглушить, поставить на тот же режим горячего только водоснабжения, или поставить на режим отопления. Или небольшая там котельная, вот как, например, взять те же наши сельские районы, где котельная обслуживает небольшое количество домов, они могут, например, работать в ночь, в день, просто прекратите, и этим самым создают баланс тепловой в своих коммуникациях и в жилых помещениях. Нам же досталось от советского времени, ну, скажем так, не совсем логично, вот по нашему сейчас пониманию, система теплоснабжения, и поэтому она довольно сложная, как я бы еще раз подчеркиваю, 66 только теплоисточников работают на жилой фонд и соцкультбит. Поэтому, чтобы ее заполнить снова, сделать циркуляцию, на каждом доме снова запустить систему отопления, вот этот процесс, он, я говорю, от 7 до 10 дней, как правило, может длиться. Поэтому это довольно сложно. Ясно, с этим вопросом мы более-менее определились. К нам обратились телезрители, прислали свое видео. Давайте сейчас посмотрим блок рекламы, а потом посмотрим видео и будем его обсуждать. Продолжим нашу программу. Давайте посмотрим, у нас есть видео, которое прислали телезрители, и мы его будем обсуждать. Это «Одаленная теплотрасса». В 2015 году вышел закон федеральный об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Вот этот закон в действии. Смотрите, абсолютно голые теплотрассы. В лохмоте звонки в диспетчерскую города и в департамент города не принесли никаких результатов. Вот наши деньги на ветер. Повышаются тарифы, чтобы скрыть вот эту преступную халатность. В Кемерово горят люди, в Кемерово сгорели. А здесь горят наши деньги. На ветер просто бросаются. Та же самая преступная халатность и бесхозяйственность. Все это принадлежит тепловой компании. Судя по тому, куда ведет теплотрасса. Конечный адрес – «Свободы» 54А. Здесь находится тепловая подстанция. Михаил Яковлевич, ну вот такая, это как рояль такой в кустах, чтобы не все было прекрасно. Ну прислали телезрители вот этот участок от Кирова 14, корпус 2 до «Свободы» 54А. В чьем он ведении? Как это все устранять? И вообще в целом, если можно рассказать, сколько теплотрасс вы каждый сезон приводите в порядок? Ну приводят теплоснабжающие организации, конечно, в порядок. Вот у нас при подготовке к зимнему отопительному периоду, который обеспечивает жилой фонд и социальная сфера, около полторы тысячи километров тепловых сетей в двухтрубном исчислении. В том числе тысяча километров – это муниципальное предприятие, наша тепловая компания. И поэтому большое внимание, естественно, уделяется на подготовку их к отопительному периоду. Это делается и гидравлические испытания. За счет повышения давления выявляются слабые участки, потом их, естественно, выводят в ремонт. Это и в том числе восстановление тепловой изоляции. Но практика такова, что при обследовании тепловой изоляции, это, как правило, в конце зимнего периода происходит, составляется план-график его восстановления. Это все отдаем по принадлежности тем ресурсоснабжающим организациям. Они вносят свои коррективы в эти планы. И потом в течение летнего периода идет восстановление. Перед началом отопительного периода обязательно, перед тем, как получить паспорт готовности, также происходят объезды, контроль за выполнением этих работ. И уже, скажем так, делается вывод о готовности. Ну, могу сказать всем заинтересованным жителям, что многие говорят и пишут нам, вот, если теплотрасса голая, это значит, несем мы убытки, это на наши плечи ложатся финансовые вложения, мы платим больше. Нет. Этого нет. Потому что также тариф утвержден. И свыше тарифа никто из потребителей не платит. Эти убытки за счет потерянного тепла несут энергоснабжающие организации. Ну, а по данному участку я скажу конкретно. Данная теплотрасса, там 500-й диаметр, она была передана в муниципальную собственность в феврале 2016 года. И передана на баланс муниципальному предприятию тепловая компания от организации, которая заведовала это от полета, от котельный полет, сибирский коммунальник. Сибирский коммунальник, его не стало, поэтому пришлось городу эти трассы брать в очень нехорошем состоянии. Вот это мы сейчас до сих пор пожинаем. То есть, в 2016-2017 года потихоньку происходит восстановление той же тепловой изоляции. И в том числе ремонта в летнее время этой теплотрассы. Конкретно я сейчас уже по ней говорю. И включили в инвестиционную программу тепловой компании. Но это нужно еще и в РЭКе защитить. Но, тем не менее, за счет предприятия происходит систематическое все равно восстановление. Не всего сейчас участка, конечно, это большой объем и большое финансирование необходимо. А хотя бы частичное. Также идет по плану. Это тоже у нас на контроле. Ясно. Здесь, я думаю, что все-таки этот участок отремонтируют в этом году. И телезрители уже, можно сказать, выполнили свою миссию. Прислали нам. За что мы благодарны, еще раз говорю, неравнодушным нашему мячам. Такой вопрос, Михаил Яковлевич. Как качественно подготовить в зиме дома, оказавшиеся без управляющих компаний? Так называемые брошенные дома. Да, есть такая серьезная проблема. Но, я еще раз хочу подчеркнуть о тенденции. Вот эти последние три года, их становится все меньше и меньше. И мэром поставлена задача на минимальное количество этих категорий таких домов. В настоящее время их сейчас 148. Они меняются, к сожалению. Эта цифра, она может быть меньше, быть больше. Потому, что происходит вот такая вот плавные переходы. Из этих 148 рынок, то 24 это с центральным отоплением. То есть, те, которые мы и обязаны подготовить. Ответственность ложится это на округов. Администрации. Да, администрации. Подготовка потребителей к зимнему периоду. Поэтому это под контролем окружных администраций. Естественно, данные дома обязательно готовятся управляющими компаниями. По определению, или идут на это добровольно, или, скажем так, мы рекомендуем этим заниматься. Потому, что, как сами понимаете, не подготовив дом, его систему отопления, потом нельзя получить. А, разрешение. На это нужно сдать сначала систему отопления ресурсно-снабжающей организации. Получить наряд задания. И потом наряд на подключение. Ну, этот вопрос тоже решается. И даже есть выделен соответствующий фонд в бюджете администрации города Омска. Из которого управляющие компании могут компенсировать. И обращаются в наш департамент финансов. Для компенсации тех затрат, которые они производят на подготовку данного жилого фонда. И также предлагается жителям таких домов, если они не определились с управляющей компанией или формой управления, заключать договор аварийного прикрытия. Даже с любой управляющей компанией, которая им, например, понравится. Это работа паспортистов, устранение аварийных каких-то ситуаций. Это тоже допускается. И это делается. Михаил Яковлевич, такая информация. Вот еще, собственно говоря, начало отопительного сезона. Объявляется, что уже отопительный сезон начинается. И многие жители начинают требовать. Почему у меня нет? Вот здесь информационную политику скорректировать. И администрации, и тепловым компаниям, и ресурсникам. О том, чтобы информировать людей непосредственно, когда их будут подключать. Дело в том, что вначале у нас подключаются социальные объекты, правильно? А потом уже все остальные. Но мы не можем, вернее вы не можете подключить всех сразу. А люди требуют. Да, вот именно в этом году поставлен был такой острый вопрос. При запуске тепла, вот такой-то срок определен. Почему у меня с этого срока нет? Ну, люди маленько тоже думают, что это так вот просто. Раз, как я уже говорил, открыл задвижечку. Еще раз подчеркну, нам досталась в наследство довольно сложная система жизнеобеспечения, которая взаимосвязана и передается тепло не только там напрямую от теплоисточника к потребителю, но еще через транзитные сети. Это большие объемы заполняемости. Это большая работа по запуску самого жилого фонда. И второе, одно из, скажем так, необходимых, это получение на ряд заданий на тепло. К сожалению, мы этим занимаемся в течение всего лета. Вот как у нас окончился топительный сезон, идет работа по подготовке того же жилого фонда и объектов соцкультбыток к прохождению. Это проведение капитального текущего ремонта внутри домовых систем. К сожалению, идет она не всегда теми темпами, которые соответствовало бы к тому, чтобы при наступлении отопительного периода все дома были готовы. Там уже есть ряд факторов, которые могут на это влиять. Но тем не менее, пока не получит объект акт готовности, и потом не получит наряд на подключение тепла, ресурсники не могут дать. Не имеют права. Не имеют права. Это есть федеральный закон, и соответствующим образом мы работаем давно по нему. И поэтому, если дом не получил, это наряд заданий, ресурсоснабжающая организация, она не возьмет на себя ответственность подать тепло в неподготовленный дом. Потому что там могут произойти аварии, как в подвале, как в квартирах. Если он без опрессовки этот дом, нельзя запускать давление и температуру. Если бы была стопроцентная готовность, вот тогда бы мы могли поставить вопрос о том, чтобы поэтапно подключаем, ну скажем так, по ниткам, те микрорайоны, которые полностью готовы, получили эти наряд задания и так далее. Здесь невозможно это? Нет, к сожалению, мы, вот я даже захватил, я знал, что такой вопрос будет. Естественно, захватил вот наше постановление, которое мы выпускаем при запуске тепла, где мы четко устанавливаем, естественно, перечень организаций потребителей, которые получают в первую очередь тепло. И в этой же последовательности. Первое, это образовательные организации, дошкольные образовательные, социальные, потом дополнительные образования, медицинские дома, интернаты, престарелых. Ну, это, в принципе, стандартные объекты жилищного фонда. Следующий идет, естественно, этап. Гостиницы, общежития, дополнительное профессиональное образование. Потом идут прочие потребители. То есть, это идет в последовательности еще для чего? Потому что, о чем я говорил, объемы заполнения, получение циркуляции. Должна быть циркуляция, не только дать тепло, а чтобы это тепло шло по своим сетям, естественно, и получилась гидравлика. Если не будет гидравлики, вот все коммунальщики знают, то, подав даже тепло на дом, не будет он отапливаться и создавать соответствующую температуру в живых помещениях. Ясно. Михаил Яковлевич, ну, можно ли сократить сроки отключения горячего водоснабжения в летний период? И каковы планы подготовки предстоящему отопительному сезону? Да, такая задача была поставлена еще, ну, три года уже точно. Да, с 2016 года мы начали работать с ресурсоснабжающими организациями, поставили им такую цель. И в наших непростых, скажем так, условиях, потому что определенное количество объема проведенных ремонтных работ требуется как для теплоисточников, так и для сетей. Поэтому, с учетом оперативно проведения оперативности этих работ, многие предприятия пересмотрели свои графики три года назад и стали сокращать тот период, который необходим при отключении горячей воды. Я приведу просто как пример. Да, если можно кратко, у нас время от программы ограничено. В 2016 году на срок отключения до семи суток у нас было 10 детских садов, 19 вечерних заведений, два заведения здравоохранения, жилых домов 337, итого 371. Хотя мы и идем этим планом, но все-таки идет маленько уже прогресс. В 2018 году, то есть в этом году, это увеличилось уже до порядка 400 домов. Это задействованы уже разные теплоисточники, разные ресурсоснабжающие организации. И цель, естественно, поставлена, чтобы этот срок уменьшался. Для переключения, например, с одного источника можно было при закольцовке этот срок уменьшить. На другой? Да. Такая работа будет и проводиться далее. Ясно. Ну, к сожалению, время нашей программы ограничено. Не часто, Михаил Яковлевич, бываете у нас, но я думаю, теперь мы будем больше встречаться. И когда будет подключение непосредственно к отопительному сезону, я думаю, мы с вами сделаем программу. И может быть даже не одну. Спасибо большое за участие в нашей программе заместителю директора департамента городского хозяйства администрации города Омска. Михаилу Яковлевичу Буту, спасибо. Спасибо вам. Что пришли, подробно все рассказали. Ну, а телезрители могут обращаться к нам на телефон и группу ВКонтакте писать, если есть какие-то вопросы к Михаилу Яковлевичу. И мы обязательно зададим. Я думаю, ответы вы увидите либо в программе у нас, либо мы непосредственно передадим, и вы уже напишите людям. Правильно? Да. Все у нас электронная почта работает и такая. Так что связь мы с вами поддерживаем. Ну, а на этом программа «Управдом» на сегодня закончена. Всего доброго и до встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин